Всем привет, это Яркий Автомаркет, Яркие Автоновости, с вами Илья, в этом выпуске вы узнаете BetsyNRankings, аналитика Посмотрим на утекшие снимки новых объективов OM Maker представила свой новый объектив Компания Fujifilm рассказывает про X-Summit Компания Red выпустила две полнокадровые камеры с глобальным затвором И компания Hasselblad обновила свой среднеформатный красивый флагман Новости будут интересными и даже богатыми Поэтому рекомендую тебе поставить лайк этому видео Подписаться на канал, если ты еще не подписан А также завери себе вкусный напиток, потому что мы начинаем BetsyNRankings поделились своей статистикой за 2023 год Ну что же, давайте посмотрим Напоминаю, BetsyNRankings это статистика офлайн магазинов в Японии, двух третьих Так что она специфическая, но почему бы ее не смотреть Давайте посмотрим сменные объективы Мы увидим, что доля Sigma составляет 17%, 16,4% составляет Tamron И 15,2% составляет Sony То есть Sigma самые популярные объективы Но тут надо сказать, что все они плюс-минус похожи Кстати, тут еще можно посмотреть и предыдущие графики Кстати, вот раньше первыми были Sony А в этом году первые Sigma И это скорее всего впервые Да, обратите внимание, это впервые И замечательно, можно только поздравить Sigma Обратите внимание на 3%, грубо говоря Они скакнули и это великолепно Но давайте к камерам Первое место У нас цифровые камеры со встроенным объективом занимает Canon Второе место Kodak, чтобы это не значило И третье место Fujifilm Интересно в этом плане, а где здесь, собственно, Rico Не очень понятно, потому что вроде как их GR3X Самая продаваемая камера Но вот в общей доле, как видите, Rico не поместилась Зеркальные камеры Ну тут все, конечно, просто Доля Canon 77%, Nikon 17% Rico 5,8% Ну просто больше никто зеркальные камеры не делает Так что здесь все понятно Беззеркальные камеры Sony 34%, Canon 28%, OM 12,5% Держатся ребята в Японии Молодцы, правда, непонятно на чем Но, тем не менее, молодцы Цифровые камеры Премия Sony доля 38%, Panasonic 36%, DJI 19% Имеется в виду видеокамеры, конечно Экшн камеры GoPro с явным отрывом 53% побеждают И бинокли от Ken Katakino тоже имеются В общем-то и целом Есть еще статистика по самым продаваемым камерам Также от BZN Rankings Ну мы отчасти про нее уже говорили И про объективы говорили Но, кстати, по BZN Rankings Первые идут Sony A7 IV А только вторые Nikon Z8 В общем, странные статистики нас окружают Но, тем не менее, если вам нравится То вот ребята из Японии представляют И это хорошо Лично от себя поздравляю Sigma Компания OM собирается представить Свою новую камеру и новые объективы Про камеру пока говорить не будем Это OM второй версии Посмотрим, что там будет По слухам вообще та же самая матрица Так что пока это не трогаем А вот два новых объектива давайте посмотрим Дело в том, что планируется вроде как Два новых объектива 150-600 и 9-18 И вот так они будут выглядеть В принципе, Олимпусу грех не развивать Подобную телеоптику Потому что 600 мм превратится В 1200 мм И это, конечно, замечательно В общем, посмотрим, сколько будет стоить Вот прогнозируют 3000 долларов Немало С другой стороны, 1200 мм Тоже немало Ну и, в принципе, это интересное решение Которое может повлиять, опять же, на продажу Олимпусу, потому что не так-то просто найти 1200 мм просто так Хотя вот у Canon есть, например, 800 мм И если мы кропнем дважды Мы уже получим сколько? 1600 мм Так что нужно ли это или не нужно? Вопрос такие открытые Но вроде как 30-го числа Будет презентация новых продуктов от Олимпус Посмотрим, что Олимпус нам приготовит Надеюсь, будет что-то интересное Ну и, конечно, когда я говорю Олимпус Я имею в виду ОМ Никак не могу отучить себя Компания Мэйки Показала свой новый объектив 50 мм 1.8 Будет пока он доступен Для системы Nikon и для системы Sony Наверное, потом будут какие-то другие байонеты Но вы сами понимаете, какой байонет я больше всего жду Самый большой плюс этого объектива Конечно, цена 159-99 долларов То есть 160 долларов Это очень немного Причем по своей форме Объектив явно напоминает Nikon 51.8 А вот Мэйки могут Это мы знаем Так что очень интересно бы посмотреть на подобный объектив В принципе, из технических характеристик 7 групп 11 элементов 58 мм диаметра светофильтра Минимальная дистанция фокусировки 0.63 метра Ну, в общем, стандартные характеристики В этом-то плане Самое главное Это цена Лично меня очень радует Что появляется много Новой дополнительной оптики Которой раньше не было От различных производителей Я, например, очень жду Что та же самая Мэйки Которая лично мне симпатизирует Ворвется в ряды И станет а-ля Вилтрекс Ну, посмотрим, как оно пойдет Ну и, конечно же Ждем открытия Байонета Кэнон Потому что вот этот объектив Он, в принципе, наверное Даже поинтереснее, чем РФ 51.8 Но дешевле Ну, ждем В общем Компания Fujifilm Назвала дату Следующего X-саммита Следующий X-саммит Fujifilm Будет 20 февраля Это, кстати Примерно Чуть-чуть до CP+, А значит Они покажут Естественно Какие-то новинки Не потому что Перед CP+, А потому что X-саммит Ожидается Что выпустят Новые объективы И ожидается Что будет Новый X100 И X-Pro Возможно Что-то из среднего формата Тут мы загадывать Не будем Тем не менее Ждем 20-го числа Потому что Там будет интересно Ну, а дальше Опять же 22-го по 25-е Будет у нас с вами Еще и CP+, Что, конечно Тоже будет Полоновинок Видимо Fujifilm Решили Сделать X-саммит Немножко пораньше Чтобы поговорили О них немножко побольше Я, кстати Их вполне понимаю Потому что На CP+, Возможно Анонсирует Canon R1 Может быть Никон Что-то еще анонсирует Какой-нибудь Z6 III И так далее И новинок Будет так много Что X100 Может просто Банально Затеряться На таких Больших Крупных Площадках Иногда Столько Много новостей Что просто Не успеваешь За всеми Понятно Что те Кто любит Fujifilm Новости Про Fujifilm Не пропустят Но Массовому Зрителю Конечно Таблоиды Будут Говорить про Canon Nikon Sony Может быть Что-то выпустят Тоже Интересное И тогда Для того Чтобы заявить О себе Так что Fujifilm В каком-то Смысле Большие Молодцы Компания Red Выпустила Две Новых Камеры У которых Полная Матрица И Глобальный Затвор Впервые Такое Происходит Ну что ж Давайте на них Посмотрим Это Две камеры V-Raptor X И XL X Поменьше XL побольше X Стоит 30 тысяч Долларов XL Стоит 45 тысяч Долларов Но оно На самом деле Того стоит Потому что Повторюсь Это первые Полнокадровые Камеры Которые Идут С глобальным Затвором Что Лично нам Интересно Вкратце Red Это хорошо Полная Матрица Здесь Это не как В фотокамерах Это Грубо говоря 40 на 21.6 Размер Матрицы Ну потому что Она Вытянутая Но Эти камеры Помимо Того что Они на Глобальном Затворе Это значит Полное Отсутствие Rolling Shutter Может снимать 8к В 120 Кадров В секунду В себя Еще есть Естественно Рафайлы А также Может снимать 4к В 240 Кадров В секунду Ну и там Между еще 6к Тоже Затесалось Тоже Можно Снимать И это конечно Очень прекрасно Причем Обратите внимание Что V-Raptor X Который Он очень похож На предыдущий V-Raptor Только теперь Это глобальный Затвор И Качество картинки У него тоже Очень хорошее Но Динамический Диапазон Этой камеры Оценивается Рэдом В 17 Ступеней И мы тут Вот это самое главное Для нас Потому что Люди Которые хотят Купить Подобные Камеры Они их купят И без нас С вами Очень хорошие Смело стоит брать Тут можно Отдельно Порассуждать V-Raptor Будет ли конкурентом Sony Burana Или не будет Потому что На V-Raptor X У нас естественно Bayonet RF И есть Автофокус Ну по крайней мере Заявляется Каким он будет Посмотрим Но тем не менее Заявляется А на Большом собратье У нас идет Естественно V-Mount Причем вот здесь Есть два вывода Можно Две различные Картинки писать На гринскрине И на гринскрине Короче Очень крутое Профессиональное решение Я не вижу смысла Много о нем Рассказывать Потому что Ну потому что Оно прекрасно Но вот 17 ступеней Динамического диапазона Это очень интересно Дело в том Что компания Sony Недавно Анонсировала A9 III С глобальным затвором Это первая фотокамера Которая с глобальным затвором И полным кадром Но там были нюансы В динамическом диапазоне Об этом мы уже говорили А вот у V-Raptor X Никаких проблем С динамическим диапазоном Нет Хотя он на глобальном затворе И предыдущие камеры Тоже имеют По-моему так же Там 17 ступень Динамического диапазона Что это значит Большой вопрос Почему Red Смогли Сделать так Что Динамический диапазон Не страдает А Sony Не смогли Вот этот вопрос Наверное Самый краеугольный В этой системе Потому что Ну действительно Почему бы и нет Да конечно V-Raptor Стоит сильно дороже Но тем не менее И Sony A9 III Могла бы стоить дороже Сделали бы ее За 7000 долларов Но без каких-то Либо проблем Я думаю Что никто бы Из нас с вами Не переживал За этот счет В принципе Штука годная Надо брать Но посмотрим Опять же Будет выход Может быть Все таки Можно что-то доделать Чтобы у Sony Был прекрасный Динамический диапазон Потому что Матрица Тоже Red Откуда-то Берет И вот это Очень интересно Но самое главное Если вы кинодел На вашей улице Сегодня Праздник Ну и главная Новость на сегодня Хасалблат Анонсировал Новую камеру 907 Си Что это значит Если вы помните Есть прекрасная 907 Камера Она Такая Выглядит Как кубик Под старину сделанная Раньше она была Соответственно 50 мегапикселей Ну а теперь Она 100 мегапиксельная В принципе Выглядит она Так же Как и раньше Ее основное Плюс То что Модуль Ее Съемный Вообще Она разбирается Практически полностью И вот этот Вот модуль То бишь Цифра задник Можно поставить На 500 серию Хасалблат Сделав так Что у вас Ваша Пленочная 500 камера Хасалблата Станет Цифровой Ну то есть Будет цифровой задник А управлять Она будет Так же Как и пленочная И это конечно Очень хорошо Гигантский плюс Этой камеры В том что Она красивая Там есть Сенсорное управление Есть Можно отдельно Ручку докупить Даже Можно поставить Отдельную вспышку Есть вывод на вспышку Есть Внутреннее Внутреннее Хранилище Емкостью 1 терабайт Это примерно 4400 снимков В общем Вот эти все Характеристики Они конечно Хороши Но если мы Помним Конечно же У нас есть Хасалблат Х2 Который Обладает Аналогичной Матрицей Все таки Более удобным Практичным Корпусом И там Стабилизация Изображения Есть В этой камере Стабилизации Изображения Нет Но если вы Очень любите Красивые камеры То вот 907 Наверное Одна из самых Красивых Если вообще Не самая Красивая Камера Которая есть На рынке Ее не назвать Повторюсь Самой Эргономичной Камерой Но она Прям очень Очень красивая Вот так Будет выглядеть Соответственно Все это Прекрасно Можно даже На крупный Формат Поставить При желании Но единственное Что матрица Здесь 33 на 44 Так же Как у Фуджи И То есть Глобального Плюса вам это Не даст Если вы поставите Ее на 500 серию Но будет Крайне красиво И замечательно Кстати Фокусировки По глазам Здесь пока Еще нет Вот такие дела Ну и вот Видите Отдельно Можно вытащить Вот эту Такую Палочку Красивую На нее Можно поставить Оптический Видоискатель Ручка Есть Немножко Добавляет Функционал Но мне ручка Не нравится Мне кажется Самый Конечно Шик Это то Что она Вот такая Маленькая Красивая Ну в общем Хаслблат Умеет Иногда Умеет Делать Не очень Вспоминаем Серию Лунар Вот это вот Все А иногда Умеет Делать Прямо Супер Красиво И если Вы Хотите То эта Камера Может стать Вашей Кстати Стоит Она Не так Уже Дорого Стоит Она 8200 Долларов Предыщая Стоила Где-то 6500 Вот сейчас По крайней мере Стоит 6500 И не сказать Что это Прям Гигантская Разница Fujifilm X100 Ее Наверное Сновной Конкурент Если мы Не берем Хаслблат X2 То Он Стоит 7500 Ну Fuji Она такая Как бы Она хорошая Но Не такая Красивая На мой взгляд Так что Если вы Для души Берете Да Скажем И Показать Другим Ребятам Что вы Вообще Разбираетесь В вопросе Получаете Суперский Цвет Хаслблат То Вот это 907 Наше Все Вот такие У нас Сегодня Хорошие Богатые Новости Хаслблат Респект Ну а это Все новости Которыми Я хотел С вами Сегодня Поделиться Мы будем Ждать Ваши Комментарии Как вам Новый Хаслблат Что не так С Sony Насколько Молодцы Реды Напишите Пожалуйста Все мы Это Любим Ждем Ваших Комментариев Естественно Если вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Вас ждет Много Интересного А с вами Был Илья Всем пока